Авторадио представляет Автофорум Автомобильное ток-шоу Здравствуйте, уважаемые слушатели Это действительно программа Автофорум на Авторадио В студии Андрей Леонтьев и Юрия Новиков Здравствуйте, дорогие Сегодняшнюю программу мы решили посвятить теме мотоцикла И мотоциклистов Наш гость, представляем мы с удовольствием Это замечательный актер, театр, кино, лауреат премии имени Евгения Леонова Мотоциклист Дмитрий Марьянов Добрый вечер Добрый вечер Сегодня какой мотоцикл? Сегодня у меня Suzuki Intruder Чоппер, полтора литра объем Он у меня уже лет семь И пока менять его не собираюсь Он мне очень нравится Выбор мотоцикла тобой был основан прежде всего На каких-то эстетических воззрениях То есть он не был вызван никакими практическими соображениями Нет, практически, да Но это потом, я уже понял Потом уже, в крупных городах, сменилась и аудитория То есть пришли люди совсем с другим менталитетом То есть люди, для которых это все-таки игрушка Да? Ну, в общем, да Кстати, Дмитрий, как вы ездите? У меня были, слава богу, хорошие учителя Первое, что они мне сказали Значит, пойми, мотоцикл это транспортное средство повышенной опасности Но хуже только снегоход и квадроцикл, на самом деле Ну да Да Вот, на дороге Вот, и поэтому они сказали Просто знай, что на дороге ты никто На дороге тебя нет, тебя не видно Начнем мы с видео Мы его покажем Вот, смотрите Мы объясняем Перед нами перекресток Мотоциклист делает свечку Поднимается на заднее колесо Стартуя со светофора Стартуя со светофора И тут же по нашей дороге Вдаль улетает автомобиль То есть происходит ДТП Вот Все живы Все живы, здоровы Да, удивительно, что все живы, на самом деле Дмитрий Выдохнул Да, да, да Дмитрий представил просто Как мотоциклист Что пережил в данный момент Вот этот человек Вот, хотя на самом деле Косяк его в этом тоже есть Потому что один явно выезжал На красно-желтый Когда еще не загорелся зеленый Да А мотоцикл, видимо, мощный Динамика хорошая Поэтому он, естественно, сразу вырвался из потока Ну, а второй, так сказать, человек Не очень, видимо, адекватный Тоже проскакивал перекресток уже на красный Понимаешь Да, да, да Вот я предлагаю связаться с этим мотоциклистом Евгений Евгений, вы наслышите? Да, Евгений, здравствуйте Здравствуйте, Евгений На какой свет вы поехали? Скажите, пожалуйста Ну, я тревался на желтый Да вы понимаете, да Что выезжать нужно было все-таки на зеленый Потому что красный с желтым Не дает права стартовать И пересекать линию перекрестка Я понимаю Но, как бы, дело-то в том, что Мотоцикл ускоряется быстрее, чем машина Да, существенно, существенно Я уже посмотрел На светофорников нету Загорается желтый Я включаю передачу Начинаю ехать Вот Я услышал сигнал Сзади Один, второй, третий Они как по нарастающей В общем Ну и понял, что что-то не так Хотел обернуться назад А в момент поворачивания головы Увидел, что со стороны Там слева Несется автомобиль Ну и как-то Просто давно уже Занимаюсь Можно сказать Стандхайдингом Вот И машинально Залез на бакс И постарался Выпрыгнуть Перепрыгнуть Евгений Евгений Спасибо вам большое Ну слава богу, что вы остались живы Мотоцикл Ладно, это все Это кусок железа Главное, что вы остались живы И все, в общем, обошлось благополучно Кстати Вот по иронии судьбы Вот этот водитель Это его школьные товарищи И то есть, в общем, они как бы не в претензии друг к другу Ну слава богу Меня эта тема очень волнует Потому что я считаю, что если у нас была бы налажена система нормального обучения мотоциклистов Причем не от теории, а от практики Вот тогда гораздо меньше было бы людей вот в этих самых больницах на кольках И гораздо меньше у нас поводов было бы смотреть вот такие чудовищные видео Которые мы сейчас только что смотрели Я хочу сказать Я не знаю, это байка или нет Но мне сама по себе эта история понравилась Как сдаю Опять-таки, за что купил, за то и продаю Может быть, это не совсем правдивая история Но она мне понравилась И в первую очередь я бы начинал это именно так Как в Японии Значит, ты приходишь сдавать, учиться на мотоцикл Ты говоришь, какой привильный мотоцикл ты ходишь Тебе выносит мотоцикл, опускает подставку и кладут его на землю Поднимай Поднял, продолжит движение Не поднял, до свидания Отлично И все На самом деле это очень хороший критерий Потому что это значит, что ты способен с этой вещью справиться Если она упала тебе и лежит тебе на ноге Случайно До свидания Это действительно хорошая вещь Сегодня у нас в гостях был актер театра и кино Человек на мотоцикле Дмитрий Марьянов Мы прощаемся Это была программа Автофорум До свидания Авторадио представляет Автофорум Автомобильное ток-шоу